Когда сегодня церковь на Евангелие читала Святой Евангелие, то мы там слышали прижим Господа Иисуса Христа, Его последователя, которым Он говорит, Любите врагов вас. На заповеди Его некоторые просто невозможно исполнить. И когда вы будете спрашивать, что же именно люди считают в Евангелии исполнивым, то они как раз укажут, что же рядом вот именно на то, что сейчас я сказал, на заповедь о любви врагам. И говорят, ну это уж невозможно исполнить. То есть как раз то, чем наша Святая Вера, чем наша Евангелие так чудесно отличается от всех других религий и вероисповеданий и учений религиозных. То самое, что так возвыхает в нашей Евангелии, эти люди объявляют неисполним. Вот и получается, что Господь Иисус Христос дал своим последователям заповеди, которые невозможно якобы исполнить. А ведь сейчас вам понятно, что за неисполнение заповедей человеку вражит Божие наказание. Нужно иметь в виду, что сейчас вообще, как кажется, наступает то время, о котором говорил Господь Иисус Христос в другой раз, что из-за умножения беззакония исчакнет любовь во многих. То есть из-за того, что всякие беззакония будут широко разливаться в жизни, из-за этого любовь христианская у многих охладеет. И вот эти-то слова о том, что нельзя любить врага своего, они-то как раз и указывают на то, как охладела в нас любовь. Тот, что действительно полом христианской любви, тот сумеет любить врага своего. В одном из воскресных канонов Церковь обращается к Твоему Господу и Спасителю, говорит, «Ты врагами осуществля зло возлюбил мне Си. То есть Ты меня очень возлюбил еще тогда, когда я был врагом Твоим. Ибо всякий грешник, безогрязкий, грешащий и исправляющийся от грехов своих есть Божий враг, как нарушитель заповедей Божьей». Вот и будем помнить возлюбленное сегодняшнее вам, в принципе, урок. Евангелие учит нас любить даже врагов нас, благотворить ненабидящим нас и молиться за обижающих нас. Это и есть то, что должно быть в душе и в жизни всякого настоящего христианина. И если мы говорим, что мы не можем любить врагов наших, значит, слати ему христианам. Вот и нужно молиться нам, самому Господу, чтобы он эту любовь христианскую укрепил в нас. Сейчас она действительно выдыхается и исчезает. Ведь не я много всякой лжи, всякой злобы, всякой грязи в жизни, а христианская любовь как бы исчезает и унитурчивается. Но помните, что Господь сказал второй раз и навсегда. Потому, знаете, люди, что вы мои ученики, то есть христиане, если будете иметь любовь между собой, а если любви не будет, то вы плохие христиане. И вот запомнив все это, запомнивши все это, и должен каждый и каждый из нас постоянно молиться Господу Богу, чтобы Господь научил нас, как должно, исполнять заповеди христианской любви, чтобы любить ближних своих и врагов своих, чтобы все у нас было с любовью, как говорит апостол Павел, ибо только тогда мы действительно сможем называться настоящими христианами. Аминь.